Мы сейчас будем продолжать логику плоского пространства-времени Менковского и попытаемся в этом четырехмерном мире изобрести... Так, так, у нас пространство многомерное не интересует, нас плоское пространство-времени интересует, что ли? Что это было-то сейчас? Отлично, произвольной кривизной. Нас сейчас кривые псевдорименовы пространства с метрикой Менковского не интересуют, мы сейчас будем продолжать логику плоского пространства-времени Менковского и попытаемся. Так, плоское это 3D пространство обычное, но пространство-время. Фальсификации сохраняются, потому что время включили в континуум. Как бы любой расчет будет бредом, но давайте послушаем. Попытаемся в этом четырехмерном мире изобрести аналог телескопа. Потому что четырехмерный, если действительно Менковский прав, и мы живем в четырехмерном мире, есть гипотетическая возможность фокусировать лучи, если они в этом четырехмерном мире есть. Конечно, это уже будет. Товарищ предлагает создать техническое устройство на базе вымышленной мерности. Так, это если добавить к пространству время, в этом во всем будут какие-то лучи и мы, может быть, создадим техническое устройство. Логика такая, для тех, кого с нами не было, сообщим, что время не является продолжением пространства. Поэтому, если вы воображаемый объект добавите, то это никак не повлияет на свойства исходного объекта. Добавьте к пространству воспоминания о ежике, ничего с пространством не изменится. И никаких лучей от ежика мы не увидим. Он сейчас пытается найти там лучи. Давайте послушаем. Ну, фундаментально это уже бред. Конечно, это уже будут не лучи электромагнитного поля, а какого-то другого. И из-за того, что он добавил к пространству несуществующую временную мерность, он говорит, что лучи будут уже другие. То есть, генерация бреда на произвольной основе. Вот вообще ни о чем. Причинно-ответственная связь отсутствует. Это у нас товарищ Дмитрий Павлов. Ролик пространственно-временные 4D-телескопы. Основы теории и практики. О, блин, у них даже практика есть, наверное. Ну, давайте маленько выхватим с этого всего, пока силы есть. Прежде всего, когда вы рассматриваете метрику Минковского, вы задаетесь вопросом, а есть ли здесь сферы или обобщение сфер, которая вот была круглая на одном из предыдущих рисунков. Рассматривая метрику Минковского, мы задаемся вопросом, если здесь сферы, мы задаемся, зачем он этот бред выдает, как имеющий отношение к пространству. Вот любые модели в пространстве, отличные от реального мира, они являются бредом. Вот если у тебя есть объект, имеющий три мерности, а ты насочнял больше мерности, без всяких физических оснований, вот вообще даже намека на физические основания, нет, человек не может сосредоточиться, накудахтал, набормотал там что-то. И как-то из этого что-то должно поменяться. Вот представьте, в нормальном пространстве он не может изродить основы своего 4D-телескопа, заглядывающего в прошлое, как я понимаю. А здесь он нормально, воображаемым может, полное отсутствие логики. ...рисунков и сегмент, который позволял вам сделать линзу. Сферы в пространстве времени Минковского есть, только выглядят они, конечно, уже не так понятно, как обычная сфера. Но обобщение сфер, которая вот была круглая на одном из предыдущих рисунков, и сегмент, который позволял вам сделать линзу. А, там даже это... Если на основе модели какой-то вышлененный наугад сегмент вам позволяет... Вычленить линзу, то есть из этих воображаемых линз можно состроить воображаемый телескоп и гнать пургу, что вы можете с помощью него куда-то заглядывать. Ну, задел, блин, фундаментален в своих расширениях. Сферы в пространстве времени Минковского есть, только выглядят они, конечно, уже не так понятно, как обычная сфера. Но получается точно тем же приемом, как и обычная сфера. Мы просто постулируем, что интервал в квадрате – это новый объект под названием радиус некой четырех... Мы просто постулируем, что интервал в квадрате – это некий объект... Вот концентрация бреда в этом выражении, мы просто постулируем, что интервал в квадрате – это. Вот понимаете, постулат, это вот сидела млекопитающая, выдумала любую ерунду и объявил ее научной. В ней нет смысла. Вот ей просто снаряд в голову попал, и оно начало постулировать. И сейчас он постулирует, что интервал в квадрате. Давайте еще раз это услышим. Мы просто постулируем, что интервал в квадрате – это новый объект под названием радиус некой четырехмерной сферы. Интервал в квадрате – это новый объект. В этом зачетно вообще нет никакого смысла. Вот то, что он произносит, оно ни в одном из своих составляющих ничем не связано. Это вот просто воркались мюзики в мове. И вот это вот выдается за науку. Это вот просто слово-сочетание, эквилибристика термина. Вот у курочки должно воображение как-то затуманиться от этих слов. Интервал в квадрате. Блин, еще раз. Мы просто постулируем, что интервал в квадрате – это новый объект под названием радиус некой четырехмерной сферы. И он будет равняться c квадрат t квадрат минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат. И тогда получаемый уже в четырехмерном пространстве времени объект не будет вот этой круглой поверхностью, а будет объединением трех. Играя в математику на несуществующих объектах, можно получить какие-то выводы, которые, играя в несвязанную математику, нелогичную, без причинно-следственных связях, на воображаемых н-мерных моделях, можно получить вывод, который к чему нас приведет, к чему нам может привести нелогичное постулирование на нелогичных моделях? К телескопам? Ну, это полностью бредятельно по своей сути. Вот в каждом из своих лепестков это несостоятельно. К науке это отношение не имеет. Товарищ Дмитрий Павлов, ну, мечтатель, конченый, может так, если романтично на это смотреть. А если фактически смотреть, то это уже ученый, шарлатан, который постулирует домыслы, не имеющие отношения к науке, выдает это за научно-состоятельный продукт, наверное, да? Это просто вот человек является вором времени. Он ворует время у слушателей. Гиперповерхностей. Эти гиперповерхности раскладываются на двухполосный гиперболоид. Если вы специальную теорию относительности еще не очень забыли, в ней один из основных объектов это конус световой. Внутри конуса прошлого и конуса будущего находятся отдельные половинки двухполосного гиперболоида. Мы конусы уже разобрали, показали, как это выглядит, что в этом ничего научного нет, это бредятина конченая. И этот гиперболоид есть часть псевдоевклидовой четырехмерной сферы, обобщением сферы эвклида. От псевдоевклидовых объектов не существуют, они невозможны. То есть вот это вот все воображаемые выкрутасы с невозможными в реальной природе объектами, не имеющие отношения к науке. В принципе невозможны. Объекты, не имеющие отношения к науке. Математика, наука о формах и пространственных отношениях действительного мира и количественных отношениях. Так, определение надо освежить. Ну, действительного мира, ничего из недействительного мира не имеет отношения к науке. Вот, что бы вы ни придумали, то, что в наш мир не вмещается, то, что с нашим миром не сочетается, не имеет отношения к науке. Наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Все остальное это мрак. И в области абсолютно удаленных событий однополосный гиперболоид, как вот Шуховская башня, огибает так по талии световой конус. И вот все вместе эти двухполосный и однополосный гиперболоид и является обобщением евклидовой сферы под названием псевдоевклидова сфера пространства-времени. Если та сфера нам дала линзы оптические, можно высказать гипотезу, что сфера псевдоевклидова может оказаться причастной к линзам четырехмерным. Ну вот, человек копается в моделях, ему интересно в этих моделях копаться. Ему кажется, что эти модели как-то может быть с чем-то связаны. Причина следственных связей здесь нет вообще. в принципе, вот изначально, что бы ему мерещилось, как бы ему ни казалось, здесь вот нет ничего. Более того, построение вот этого вот линз не имеет, бронебойно, вот железобетонно 100%, не имеет на этапе начального построения логики и связей с нашим реальным пространством. Вот в нашем реальном пространстве этого никогда, ни при каких обстоятельствах быть не может. Вот этих объектов мы можем построить, но они не будут иметь отношения к пространственно-временному континууму, в четырехмерной сфере, в пятимерной сфере, в шестимерной сфере. Это не имеет отношения к запаху косинуса, это не имеет отношения, к цвету синуса не имеет отношения, к катангенсу воспоминаний это не имеет отношения. Это вообще вот чистая бредятина, не имеющая отношения ни к чему и которую он серьезно воспринимает. Вот об этом говорить, серьезно, как бы смысла-то нет никакого. Вот есть или нет смысл говорить о том, чего не может быть. Какого цвета хохолок у несуществующего дракона? Какая разница? Если дракон 100% этот не существует, не существовал, не будет существовать. Если свойства дракона такие, что он не помещается в нашем пространстве. Бессмысленная вещь. Линзы, которые будут уже гиперболическими. Вот по отдельности я здесь нарисовал однополосный гиперболоид и двухполосный. И то, и другое это части псевдоэвклидовой сферы. Вранье, это не части псевдоэвклидовой сферы. Псевдоэвклидовая сфера это несуществующий объект. А ты нарисовал просто фигуры реальной геометрии, расположенной в трехмерном пространстве. Псю! Рисуешь одно, выдаешь за другое. Как попытаться увидеть, что из себя представляют эти части псевдоэвклидовой сферы, понимая, что мы не четырехмерные существа. Нам четвертое измерение только в памяти может или в уме проявиться. А вот воочию мы это не видим. Прием достаточно простой. Рисуем мировую линию наблюдателя. Вертикальная ось это ось времени. И вот мы с вами сидим на месте и просто живем. Это вот наша мировая линия. И мы находимся рядом с частью сферы под названием А1. Мировую линию наблюдателя вообще бессмысленный объект. Придумка такая, не имеющая отношения к реальности. Мы живем не на линии. Время линии можно обозначать условно, но это не имеет отношения к реальности. Вот в нашем пространстве нет таких линий времени. Время это сравнительная характеристика. Однополосный гиперболоид. Как понять, как выглядит эта псевдоэвклидовая сфера? Достаточно просто рассекать эту четырехмерную поверхность трехмерными пространствами. Ну, здесь на рисунке одно измерение убрано и получается вместо трехмерных сечений двумерные. Если вы сделаете такое рассечение вот в этой точке, находясь на своей мировой линии, вы получите окружность достаточно большого. Головку закруживаем, закруживаем. Млекопитающее теряется. Одно потерянное млекопитающее рассказывает, наматывает других. Те сидят такие думают, он, наверное, что-то же умное говорит. И кому-то это вот прям приятно. А-а-а. Трансляция брида. Большого радиуса. Прожив дельта-т времени и проделав снова прием, рассекая находящиеся рядом с вами... Интересно, мы же сейчас, наверное, практику будут рассказывать. Надо взять четырехмерную сферу и шестимерный конус. Отрезать от одного другое. Или что ты будешь рассказывать? Практика устройства у тебя какая будет? Если рядом с вами псевдоэффлюидовую сферу, связанную с однополосным гиперболоидом, вы получите сферу меньшего радиуса. Живя еще дальше, следующее сечение, сфера начнет увеличиваться. То есть, сфера четырехмерная, связанная с вашим представлением сечения четырехмерного пространства времени пространственно подобными трехмерными объектами, будет сначала... Вот понять то, что он говорит, невозможно. Представить это геометрически невозможно. Причем при любой мощности мышления. В чем смысл? Ну, я в силу своего хобби художник, пишу картины. Моделирование могу любое 3D осуществлять. У меня всегда было отлично по пространственной геометрии. Любые сечения любых фигур я легко осуществлял, помогал делать дипломные, всем на курсе и так далее. С пространственным восприятием у меня все в порядке. Но когда речь заходит о таких объектах, я их выстраиваю. Я понимаю, что они друг с другом не сочетаются. Это в принципе невозможно. Потому что я могу доследить твое построение до конца. Динамику построения. Я понимаю, что это бред конченый. А ты не можешь, наверное. Ты как рисуешь образ, он у тебя волшебным образом сливается одно с другим. Ты думаешь, что в этом есть какое-то зерно. Окружности большого диаметра, сужающиеся и потом снова расширяющиеся. Это для трехмерного пространства времени. А учитывая, что мы живем в четырехмерном пространстве времени, сечение будет производиться трехмерным пространством. И вместо окружности будет обычная сфера. Эта сфера будет сначала сжиматься, зафиксируется и снова расширяться. Вот как выглядит в нашем трехмерном представлении четырехмерная псевдоэвклидова сфера, которая представлена однополосным гиперболоидом. Ту же самую картинку можно проделать в случае двухполосного гиперболоида. Также рисуем где-то рядом с этой частью псевдоэвклидовой сферы мировую линию наблюдателя. И рассекаем этот объект. Для данной картинки это трехмерное пространство времени, две координаты пространственные одновременная. Получаем большую окружность. Живя по времени, мы увидим, что эта окружность сжимается, стягивается в точку. Потом исчезает, какое-то время отсутствует. И когда мы доживем до такого момента, что наша плоскость уже пересекает вторую полость, снова появляется из нуля. Манипуляция с несуществующими объектами продолжается. Нас интересует, когда практика-то начнется. Когда телескоп-то из него попрет. Перелеснуть может там на немножко. Маленькая окружность, которая расширяется по определенному закону. Блин, перелеснуть мы это потеряем как бы логическую цепочку в нелогичных построениях. Ну, впереди-то еще почти час времени. Что делать? Неужели это все надо высмотреть, а? Понятно, что это все бред. Ну, как плетет-то интересно сама динамика плетения, метод плетения, генерации. Блин, да. То есть двухполосный гиперболоид, это сжимающаяся сфера до точки, потом исчезает, потом из точки снова раскрывается. Причем первый закон логики, он нарушается регулярно. Он один объект называет другим в другой концепции модели. В этой модели это тот, а в той модели это тот, а есть первый закон логики. Имеет ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом о действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Поэтому мыслищее существо должно сознаться, в каком оно пространстве находится. В трехмерном или в четырехмерном? Или в пятимерном? Или в восьмимерном? Или в восьмимерном? Вот если оно угадалось пространством, в котором оно находится, да, оно может попасть в разряд ученых. И в рамках научного метода пользоваться терминологией. Если не попало, то как бы все. А если оно один и тот же объект называет по-разному, меняет тому свойство, как захочет, от выбора модели. Это все, это приехали. Это люди в рамках логики потерявшиеся, они не могут сосредоточиться. Вот у человека либо две руки, либо там какие-нибудь факторы случились, да, он утратил какое-то количество рук. Если в вашем представлении у человека восемь рук, но они в подпространстве находятся, и он этими руками машет, но мы этого просто не видим в этом пространстве. А вот в пятимерном пространстве там восемь рук, все нормально. То это человек не может сосредоточиться. Вот есть объективный факт научный. Мы берем среднестатистического человека и фиксируем количество рук. Дальше все. Это количество у нас для данного пространства, для трехмерного действительно. И добавим мы время, вспомним мы о времени или не вспомним, это неважно. А вот добавить в пространство время мы не можем. Мы не можем получить континуум пространства и времени, потому что континуум – это непрерывность. И невозможно прочеркнуть непрерывность между пространством и временем. Хоть ты как застарайся. Это не однородные объекты. И добавить сюда следующую мирность невозможно. Ни пространственную, ни временную. А если ты добавил, и это у тебя повлияло на количество рук, то ты жулик. Или безграмотное чудо. Выберите одно из двух. Ты то же самое делаешь не с руками, ты то же самое делаешь с формой любого объекта. Из-за того, что тебе померещилась следующая мирность, у тебя следующий объект меняет форму. Ну, это все. Ты совершил ошибку. Попробуй все проверить в примере с руками. Ты поймешь, что ты мошенник. Если эту логику мы с вами приняли, мы уже более-менее понимаем, что нужно сделать, чтобы рядом с нами оказалось... Неправильный тезис. Не эту логику. Здесь нет логики. Логику-то мы приняли. Логика – это три закона. И четвертый добавочка. Четыре закона логики. Вот мы ее один раз приняли, и после того, как мы приняли, вот это вот то, что ты назвал логикой, принять невозможно. Оно не является логикой. Это динамика бреда, но никак не логика. Хитросплетение бреда, но не логика. Стиль повествования несвязанный, но не логика. Четырехмерная, гиперболическая или пространственно-временная сфера. Но перед тем, как прийти дальше, я хочу у вас немножко формулы окунуть. А теперь посмотрите формулы. Они кажутся умными. Но реальности отношения не имеют. Дальше я хочу у вас немножко формулы окунуть. Формулы кажутся нагромождением каким-то. На самом деле все просто. Формулы кажутся нагромождением каким-то. Это и есть нагромождение. Не связанное нагромождение, не имеющее к реальности отношения. Это формулы недействительного мира. Наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Это математика, включая геометрию. А то, что ты делаешь, это недействительного мира. В нашем действительном мире твои формулы не работают. Значит, это не имеет отношения к математике и не имеет отношения к науке вообще. Это имеет отношение к околонаучным выкрутасам, лишенным смысла. Вот все эти формулы. В деле все просто. В физике существует уравнение Лапласа. Это D2U по DX2, плюс D2U по DX2, плюс D2U по DZ2. Правая часть равна нулю. Это уравнение Лапласа трехмерное. И решая это трехмерное уравнение Лапласа, давно получено решение, которое выглядит вот таким образом. Это не что иное, как Ньютонов потенциал. Потенциал того объекта, который Ньютон назвал материальная точка. И вот потенциал этого поля трехмерные точки вот перед вами. А радиус – это сумма трех. Вообще вот просто поток, поток, поток несвязанного повествования. Выхватили там, выхватили здесь. Кесси и Месси сделали, выдаем это за науку. Ребята, мы не сможем узнать, что такое пространственно-временные 4D-телескопы. Это невозможно смотреть. Пытаясь отслеживать принципы, это невозможно досмотреть. Ну, по крайней мере, для меня. Если вам легко досмотрите, расскажите в комментариях, пожалуйста, про что это видео. Я сдаюсь. Видео называется «Дмитрий Павлов», двоеточие, пространственно-временные 4D-телескопы, основы теории и практики. Слова не хватает. Основы теории и практики – маразм. Все. На этом надо совершать. Со второй попытки я не смог осилить. Вот 19 минут 46 секунд. С вами был Виктор Катючек, научный трибунал. Мы рассказываем о науке, мы рассказываем о нарушениях логики. Логики. Мы помогаем вам выявить шарлатанов, чтобы вы не тратили время на бредятину, чтобы люди, которые нас информационно обманывают, были выявлены, чтобы мы не тратили на их время, на них время, на их труды время, на бредятину, на все это время. Это воровство времени, это проразжигание жизни, это завод нашей цивилизации в тупик. Всем привет, научный трибунал. Подписывайтесь, помогайте как-то с этим бороться, вот с этим вот совсем, с этой гадостью бороться, с подлой, гнусной гадостью бороться. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok